Добрый день! Однолетние цветы в саду. Незаменимые однолетники. Всем садоводам известно, что Урал, Сибирь, зона рискованного земледелия. Погода у нас непредсказуема. В апреле может быть плюс 25, а в июне выпасть снег. Бывает очень обидно, если замерзает любовно выращенная цветочная рассада, измученная в тесных горшочках и, наконец-то, высаженная в открытый грунт. На этот случай всегда надо иметь в запасе семена однолетников, которые можно высевать за сезон 2-3 раза. Они быстро растут и порадуют Вас цветением очень скоро. Конечно, они не очень пышные и богатые, но цветник украсят и в какой-то мере утешат Вас. Аспирува или ясминник. Растение семейства Марьевые. Ценится это растение за прелестную голубую окраску цветов, тонкий аромат и раннее цветение. Растение высотой 30-38 см, очень ветвистое, диаметром и в цвету до 50 см. Растение легкие, ажурные, имеют тонкие шероховатые стебли, узкие в редких мутовках листья. Соцветия изящные, головчатые, диаметром 2,5-3 см, из тонких, как гвоздички, трубчатых цветков. Растение теневыносливое, засухоустойчивое и холодоустойчивое. Особенно обильно цветет на известковых почвах. Размножается посевом семян в открытый грунт, сходы появляются через 10-15 дней. Зацветает аспирула в конце июня и цветет до 2 месяцев. Продлить цветение можно, если обрезать растение, при ослаблении цветения на высоте 10-15 см. И после этого обильно полить и подкормить удобрениями. Аспирула украсит любой цветник, будь то бордюр или робатка, даже в тени. Вот такая вот она аспирула. Вакария. Вакария пассивная или тысячеголов. Однолетние растения семейства гвоздичные. Великолепные растения для клумб и маленьких и больших букетов. Стройные стебли, легкие ажурные соцветия с некрупными цветками помогут оформить и украсить любой букет. Вакария очень светлолюбива, холодостойка, влаголюбива, предпочитает некислые суглинистые почвы. У нее прочные узловатые, очень ветристые стебли, гладкие, с восковым налетом, высотой 45-65 см. Листья узкие, с серебристым оттенком. Цветки с диаметром 2-3 см. Похожи на цветки гипсосилы однолетние, но крупнее. Окраска венчика чаще всего розовая, но может быть и белой. Размножают семенами в грунт. Сходы появляются дружно через 9-7 дней. Растут они быстро и к концу июня зацветют. Цветет вакария очень обильно, но недолго. 25-35 дней. Поэтому можно делать повторные посевы через 16-18 дней после предыдущего. Тогда у вас и у клумбы будут цвету и материал для букетов всегда свежий. Вакария. Иберис. Иберис или стенник. Однолетние растения семейства капустные. Цветоводам известно два вида. Горький и зонтичный. Иберис горький имеет красивые, выкинутые, колонно-видные соцветия с чисто белыми цветками. Соцветия высотой до 15 см очень напоминают гиацинты. Садовая форма так и называется. Гиацинта цветковая. Иберис зонтичный. Соцветия у него похожи на небольшие зонтики. Цветки ароматные, розовые, сиреневые, карминовые, лиловые, пурпурные, иногда белые. Оба вида ибериса холодостойкие, светолюбивые, к почвам нетребовательные, довольно засухоустойчивые. Растения невысокие, 25-40 см. Стебли сильно ветвятся, образуя компактные кустики. Семена высевают в грунт, в сходе появляются через 7-8 дней. Зацветают через 40-45 дней после появления сходов и обильно цветут 40-50 дней, что позволяет высевать иберисы несколько раз в течение лета и иметь цветущие растения до поздней осени. Вот они иберисы. Гомолепис калинсия Гомолепис бархатцевый, довольно редкое растение, родом из Южной Африки, относится к семейству сложноцветное. Растение невысокое, 12-25 см. Форма овальная, диаметром 15-30 см. Стебель стройный, ветвистый, листья рассеченные, мелкие, темно-зеленые. Соцветия корзинки похожи на звездочки, плоские, диаметром 2-2,5 см. Язычковые цветки по краю корзинок узкие, желтые. Диск состоит из очень мелких, ярко-желтостей, оранжевых цветков. Гомолепсис теплолюбив и светолюбив, хорошо растет на достаточно влажных, нетяжелых почвах. Уходу не требователен, поливы нужны только в сухую погоду. Калинсия Однолетние растения семейства норичниковые. Тоже нечасто встречающиеся в наших цветниках растения. Эффектно выглядит, если растет большими группами или рабатками. Срезанные цветы стоят долго в букете. Растения высотой 20-40 см и диаметром цвету 30-50 см. Стебли непрочные, стелющиеся, ветвистые, слабо облицвленные, склеса красноватые. Цветки собраны в рыхлые мутовчатые соцветия на конца светлей. Высота их 8-11 см. Диаметром 2-2,5 см. Обычно двухцветные. Верхняя губа белая, нижняя вздутая, сиренево-розовая. Вот такие вот они. Диасция. Диасция однолетнее растение семейства норичниковые. Родом из Южной Африки. Очень изящная и тоже редко встречающаяся в наших садах. Растение высотой до 30 см начинает цвести уже при росте в 7-10 см. Ветвятся растения сразу, образуя широкий круглый кустик. Листья мелкие, темно-зеленые, глянцевые. Основная масса листьев расположена в основании растения. Стебли цветоноса несут многочисленные мелкие диаметром около 1,5 см цветки, похожие на раковинки. Окраска их розовая разных оттенков. Часто с желтым пятнышком в горлышке. Всего вам доброго, удачи и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok